Поэтесса Ива Афонская Главный классик немецкой литературы и один из главных мировых классиков. И поэт, и прозаик, и драматург, и ученый, и общественный деятель, и художник. Его самые известные произведения – это драма в стихах Фауст, роман «Страдания молодого Вертера» и, конечно, «Стихи». Литературную деятельность он совмещал с научной, и сфера его научных интересов очень велика. Это и физика, и геология, и ботаника, и астрономия, и анатомия, сельское хозяйство, и горное дело. Ее сочли очень больнодумны. Он влюблялся в разных женщин, но в личной жизни ему все время не везло. То он полюбил невесту своего друга, но она не ответила ему взаимностью. То он полюбил другую девушку и сделал ей предложение, но ее родители были против, их не устраивали взгляды жениха. Свои любовные переживания от неудачной любви он воплотил в романе «Страдания молодого Вертера». И, потерпев неудачу в попытках создать семью, он принимает приглашение от герцога княжества Веймар быть его придворным советником. И переезжает к нему на службу в город Веймар. Там он прожил до конца своей жизни и был похоронен. Так что город Веймар вошел в историю тем, что он связан с именем Гетте. Он родился во Франкфурте на Майне, и его дом теперь музей. Дом, где он жил в Веймаре, также стал музеем. Живая в Веймаре, он вел большую общественную деятельность. Он руководил университетом, проводил государственные реформы, боролся с коррупцией. Здесь же он, наконец, и создал семью. Но неудачи в личной жизни опять преследовали его, только теперь в другом плане. У него родилось пятеро детей, и вышел из них только один – первый сын. Четверо детей умерли еще маленькими детьми. Гетте был награжден шестью правительственными орденами, причем не только от правительства Германии, но и от других государств – Австрии, Франции и в том числе один орден от российского правительства. Поэзия Гетте была очень популярна в России, и ее переводило большое количество поэтов. Наиболее популярно одно его совсем короткое стихотворение, которое называется «Песня странника». Оно известно в переводе Лермонтова. Мне это стихотворение очень нравится, потому что в нем говорится про горы, а я очень люблю горы. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожа в кусты, подожди немного, отдохнешь и ты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова